Приветствую! Кто лишится отсрочки в июле? Как это будет происходить? Будут ли людей вызывать повесткой в ТЦК и ЕСП, чтобы отменить им отсрочку? И будут ли им после этого выдавать повестку на отправку? Какие новые категории граждан не смогут получить отсрочку, начиная с июля месяца? Вот эти вопросы были топовыми за вчера. Вот вчера реально подписчики завалили именно одними и теми же вопросами. А все началось с чего? С публикации в одном из очень популярных каналов, которая, собственно говоря, и задала этот тренд. И называлась эта публикация как раз вот именно так. Кто лишится отсрочки в июле месяце? Не будем называть этот телеграм-канал, но скажу одно. Это не юридический телеграм-канал. Не юридический. И как любой непрофильный телеграм-канал, его не стоит рассматривать как источник достоверной юридической информации. Так вот, отвечая на эти вопросы, что стоит сказать? Собственно говоря, никто. Вот ответ простой на все эти вопросы. Никто. Никто не лишится отсрочки в июле месяце. Никто не будет вызываться в ТЦК и ЕСП для того, чтобы отменить им отсрочку. И никто не сможет... Нет, тут звучит уже не так. Никто не сможет оформить отсрочку в июле. Звучит плохо. Но я имею в виду, что нет новых каких-то категорий граждан, которые не смогут оформить отсрочку в июле. Почему я так говорю? Да потому что законодательство о мобилизации, а если бы точнее закон о мобилизации, 23 статья этого закона, не претерпела никаких изменений. А как мы с вами знаем, именно там содержится перечень тех категорий граждан, которые имеют право на отсрочку во время мобилизации и военного положения. И соответственно, если эта статья не поменялась, то в принципе все окей. Надеюсь, я вас с этим хотя бы чуть-чуть успокоил. Потому что сейчас очень мало хороших новостей. В такие времена мы живем. Но надеюсь, эта новость для вас хорошая. Потому что ничего не изменилось с июля месяца. И вот все, кто имел право на отсрочку в июне месяце, они имеют право на отсрочку и в июле месяце. И если законодательство не поменяется, то все останется прежде. На сегодняшний день каких-то законопроектов, которые бы предлагали отменить отсрочку тем либо иным категориям, не подано в Верховную Раду. Да, это не значит, что они там не будут поданы в течение июля. Но на сегодняшний день ничего такого нет. Даже аспиранты, подчеркиваю, те аспиранты, которые уже учатся на дневной форме обучения либо дуальной. Даже эта категория людей сохраняет отсрочку. Несмотря на то, какая история у нас некрасивая, на мой взгляд, получилась с аспирантами. Да, вернее, с теми людьми, кто планировал поступить в аспирантуру. Вот. Но те, кто учатся, отсрочку сохранили. Нет ни одного нормативно-правового акта, где было бы написано, что вы утратили отсрочку. Поэтому здесь все окей, все спокойно. Друзья, вот здесь, наверное, редкий случай, когда с чистой совестью я вам говорю, что если вам понравилось это видео, потому что есть у меня надежда, что оно вам понравилось, да, та информация, которая в нем изложена. Вот, поставьте лайк, собственно говоря, этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Его название вы сейчас видите здесь на экране. И также ссылочка на него есть в описании к данному ролику. На этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok